всем привет друзья очередной день карантином и на карантине всех с праздником ну да сегодня день как верное воскресенье и день космонавтики так что кто что отмечает с тем того и поздравляем сегодня воскресенье и погода спортивалась как видите нету солнца мы сейчас поедем в магазин к нам сегодня в гости придет наша дочь и с внучкой и с мужем как говорят собираться нельзя но мы как бы одна семья и поэтому одной семьей можно все равно да мы как бы забираем внучку на неделе так что покажем сейчас мы едем магазин задумали сделать шашлык наверное в духовке до погода плохая на мангал не знаю получится не получится посмотрим дождик идет мелкий в общем поедем покажем в центре города магазин пейм стоп мы продовольственным там вроде открыт да там мясо хороший выбор да выезжаем из ворот на улице дождь сразу так как-то все грустно сера солнышко все-таки дает хорошее настроение до машин совсем немного но сегодня воскресенье у нас воскресенье обычно такое на свободное движение на сегодня да совсем пусто вот магазин этот стокман который мы едем здесь верхний закрыт то есть открыто только продуктовая часть заезжаем чину поставили на стоянке представляете сразу на первом этаже вообще никого практически нет сюда обычно заезжаешь где-то наверху только это же на третьем место поймаешь сейчас народ сидит по домам заходим кафе закрыто в кассах немножко народ стоит помидоры все здесь смотрите помидоры кирси 1390 обалдеть для народу и работает таких шлемов вот выбор мяса у нас выбираем просто вот шашлык там и всякое мясо колбаски крылышки с милана любит крылышки надо и взять все взяли мясо и уходим больше на весь особо ничего не надо вообще пустота на улице короче непривычно депрессивно просто как непривычно реально непривычно видеть так что вот ну да два три человека на улице немножко машин но они все-таки есть немножко покажу ваш спальный район один из спальных районов от мы проезжаем так называемые у нас вас на умеет спальный район машин тоже мало народа вообще-то крайне редко видно воды погода еще туда погоды конечно да все мы приехали назад закупились хотели делать шашлык на улице но вы дождь идет наверно сделаем духовке какая разница все равно вкусно ждем молодых скоро будут так вот получается половина курица половина свинина понятно что на улице было бы вкуснее и лучше но что делать погода плохая не хочет там под дождем стоять и делать этот шашлык поэтому делаем квартире дочь с мужем и с ночью уже едут прислали фотку скоро будут а кто к нам пришел милана привет ну скажи что нибудь всем привет я на телевидении что стесняешься милана привет дочь отмечаем день космонавтики до милана да мы первые были до милана милана знает мы еще посидим и запустим что друзья очередной день всем привет честно сказать уже даже под надоело не такие однообразные похожи друг на друга вчера вот у нас были дочка с мужем милана осталась даже с нами да привет сегодня хоть солнышко вчера дождь был с утра тоже шел дождь блин когда погоды нет вообще какая-то труба под надоедает уже до сидеть дома в общем-то да день сурка именно каждый день одно и просыпаешься одни и те же эти негативные новости но благо у нас ночка смотрим мультики что пойдем что увидим то подсыпаешься видим под пальмами до каждый такой день сурка хорошо да хотя говорят тоже надоест так и гуляем по лесу каждый день здесь хорошо в лесу ветра нету так тепло хорошо каждый день гуляем если идти к морю но практически вчера вот не гуляли потому что приходила мама твоя а так хорошо такая дорожка от дома вышел через дорогу перешел и лес да и вот народ гуляет по лесу обычно здесь никого очень рабочий день и кто-то до понедельник народ идет довольно много вот выходим на какое красивое место здесь здесь у нас немножко вид красивый на речку и рита нашли развлечение для миланы качель нашли в лесу вот радость то какая до милана площадке закрыта здесь качель конечно уже в угаре такой даже голос и слегка с истерикой не знаю чем уже заняться такая радость она так спускалась по крутому склону что этим качелем склона там река прогулялись еще один денек прошел до милана ну еще не прошел после обеда погуляли вечером решил выйти пройтись на море снять закат у нас закаты вообще очень красивые все там восхищается боли тайланд закат но у нас скажи нищим не хуже вот хочу снять такую серию закатов показателем какие они у нас красивые такие они вот с весны и прямо все лето такие красивые 5 в шапке опять дубак блин обещают ночью до минус двух и снег посмотрим вот иду там ветер такой сильные волны увидите наше море да по всей видимости заката сегодня мы не увидим назад и какой ветер обалдеть какие волны мы на море да закатом сегодня мимо конкретно блин так бежал когда было так красиво видеть тучи пошли и солнце в тучи села и заката не будет прогуляемся собачкой пойдем домой у нас конечно здорово красиво все хорошо в эстонии но вот холод и ветра вот эти все время долгое время очень холодно вода в море хорошо если концу юня нагреется так градусов 15 будет ну что друзья очередной день середина апреля мы на карантине продолжаем сидеть уже честно говоря под надоело это дело день сурка милана у нас милана едет на самокате кататься погода испортилась ну а ты ручка что скажешь как себе снимать особо нечего вот так вот сделаю микс такой из разных дней ну как бы дни одни и родные тоже похожи друг на друга также вот утром встали покушали пошли гулять прогулялись съездили в магазин приехали обратно погода плохая была хорошая погода до поинтереснее было можно на море пойти у нас она не закрыта если придем районе видите машин много обычно в рабочий день когда вот идешь здесь так ну 1 2 то есть такие пустые прямо места машин нету а сейчас все-таки стоят то есть народ конкретно сидит дома и это видно машины стоят погода плохая все видно сидят дома потому что на улице людей практически нету а милане хорошо некий забота она на сама катя гонит и гонит да видите чтобы не происходило кризисы всякие а весна своей берет от уточки мальчик и девочка плавают в канавке ой бесстрашная милана ну давай вот вот так вот дуримаемся изо дня в день еще месяц и мы также прыгать будем посмотреть милана все развлечения нашла с горки кататься солнышко вышло сразу тепло вот она погнала солнышко выходит сразу приятно и жить хочется сразу греет а вот погуляли так проходит наш очередной день прошлись прогулялись начался дождик вымахли да пока шли в общем наверное смотреть особо нечего но просто не покажет нашу жизнь в условиях карантина сейчас поедем в другой район через весь город заодно покажем вам как городе дела поедем на другой нет с города к бабушке бабушка нас позвала то есть моя мама нас позвала покажем как правильно знаю будет интересно или нет осмотреть больше снимать нечего как я думаю у всех все сидят дома мы сейчас едем уже как бы доехали другого района нас город то маленький нам 30 минут ему на другом конце но машины я скажу да посвободнее конечно но тоже все-таки ездят машины в городе сейчас поедем будем проезжать большой торговый центр там всегда стоянка забита просто вот биткома там на крыше есть танка и на улице уличная всегда забита битком сейчас по ним посмотрим как сейчас это дело торговый центр закрыт работает только большой супермаркет еды посмотрим сейчас что-то зоопарк зоопарк не видно да он там за деревьями но он тоже закрыт передавать и к ним люди не приходят они не понимают что типа такое что все время ходил народ а сейчас никого нет и животные типа в стрессе от того что нет людей здесь на горке на шестонский зоопарк фонтали на зоу написано как я говорил закрыт вот большой торговый центр видите вот здесь машины почему скучно здесь вот продуктовый магазин а вот там за магнолицем вот большая станка ведь она вся практически пустая здесь обычно все все места заняты еще на крыше все занят свободно народу нет центр закрыт микрорайон и смесь в таллине такой спальный район в советское время он считал все элитным районом здесь мама моя живет вот мы едем к ней такие аккуратные дома аккуратный району и советское время трое считался как бы ну самым хорошим из всех районов до туда дальше если ехать тут большое озеро на озере летом можно загорать вот такая квартира советских времен еще мы приехали это кухням приехали к маме здесь никакой балкон и вид с балкона два балкона вообще один вот с кухни вид вот такой с кухни есть балкон и спальни вот спальня и со спальни еще один балкон есть здесь вид такой балкончик конечно маленький совсем но вид красивый там кстати детский садик который наша внучка ходит советское время это считалось жутко крутая квартира очень было круто и район квартира это было вообще вау сейчас конечно уже все по-другому но и до сих пор в общем-то эти квартиры в цене потому что из-за района и пятиэтажный дом у нас ценится пятиэтажный дом они 9 но друзья закончился еще очередной наш день в карантине и вот солнышко садится в понедельник буквально через три дня мы должны были лететь турцию на полтора месяца позвонили отменили билеты но не отменили не летает туркиш мы просто сделали их на свободную дату то есть как откроют так и полетим сразу солнышко уходит так красиво заканчивается день и наслаждайтесь закатом нашим эстонским ладно всем пока может быть завтра увидимся до завтра и и и и и и и и и